друзья всем привет сегодня поговорим об аутпейнтинге о том какие варианты аутпейнтинга бывают начнем с более старых и более простых вариантов и закончим более современными вариантами аутпейнтинга одним из первых приемов аутпейнтинга был скрипт аутпейнтинг который находится в разделе image to image этот скрипт и по настоящее время работает и можно пользоваться давайте я расскажу какие у него есть настройки и как им пользоваться первый параметр пиксель to expand это количество пикселей которые мы хотим нарастить по умолчанию 128 пикселей но мы можем выбрать и 256 это максимум что мы можем нарастить за один раз параметр mask blur это количество смешанных пикселей которые будут характеризовать переход и аутпейнтинг direction это направление в котором мы будем наращивать наше изображение показатель спада детализации меньше единицы будет меньше детализации больше единицы будет больше детализации color variation разброс по цветам давайте возьмем вот такое вот изображение и попробуем его увеличить влево и вправо для нормальной работы этого скрипта нам понадобится специальная модель in painting она называется sd 1.5 in painting вы можете скачать ее на хагин фейс если у вас я до сих пор нет если у вас есть ползунок с клик скипом то установить его на единицу при аутпейнтинге очень важно указывать правильный промпт ничего лишнего здесь быть не должно если мы увеличиваем наше изображение влево и вправо то по нашему изображению увидим что здесь находится только фон соответственно в промпте мы должны записать фон если у нас какие-то есть предпочтения по негатив промпту то мы можем записать еще и негатив промпт сэмплинг метод уиллер эй количество шагов в районе 30 denoising strength устанавливаем на единицу скрипте outpainting pixel expand я оставлю по умолчанию mask blur оставляю тоже по умолчанию а outpainting direction оставляю влево и вправо остальные параметры я не трогаю теперь нажмем generate и у нас получилось вот такое изображение фон действительно расширился проблем вроде бы особо никаких нет более сложным вариантом outpainting здесь будет расширение изображения вниз потому что снизу находится части тела нашего персонажа давайте поправим промпт и напишем ноги киборга негатив промпт я писать опять не буду все параметры остаются абсолютно такими же а вот скрипт outpainting мы поправим здесь мы выберем только вниз и нажмем generate 3 генерации вот что-то уже получилось с кистьями рук конечно здесь проблема но в общем-то картинка расширилась вниз с какой-то может быть n-ой генерации изображение бы снизу получилось бы получше еще раз обращу внимание на модель здесь вы можете использовать и любые другие модели но более стабильный результат у вас будет на модели in painting ну и чтобы на таком изображении хоть как-то получить приемлемые руки мы в промпте должны еще и добавить что-то о руках я добавляю слово ладонь palm в этом случае здесь хоть что-то похожее на кисти рук из определенной генерации можно добиться более-менее приемлемых результатов нормальный результат здесь дает именно ладонь palm и фирс не вирс а именно palm вернемся на вкладку тексту имидж пром здесь вот такой вот я приложу его телеграме в к и теперь воспользуемся вторым вариантом outpainting а праве наше изображение в in paint сейчас мы разберем вариант как расширить наше изображение то есть нарастить он слева и справа в in paint и мы замажем участь изображений которые мы хотим сохранить допустим это будет вот так вот эту часть изображения я хочу сохранить и фон буду наращивать влево и вправо теперь давайте поговорим о настройках здесь мы можем использовать ту модель на которой мы генерировали это изображение риф анимейт и допустим можем использовать и опять же in painting модель с in painting моделью результат будет получше но и на оригинальной модели допустим риф анимейт можно тоже здесь генерировать фон сколько мы будем увеличивать изображение в ширину и там нашего персонажа уже нету мы должны ту часть которая отвечает за изображение нашего персонажа удалить я удаляю нашего персонажа оставляю все что касается фона negative prompt использовать тоже допускается я использовать его сейчас не буду теперь перейдем к основным настройкам resize mode здесь выбираем resize and fill то есть изменить размер и заполнить недостающие участки mask мод выбираем in paint not mask это означает что мы инвертируем нашу маску и будем работать наоборот с тем изображением которое находится вне маски сэмплинг метод выбираем пулер и сэмплинг степс 2330 будет достаточно но если поставить и больше то хуже не будет он ли мы с плейдинг и все это означает насколько при аут пейнтинге модель будет подсматривать внутрь нашей маски поскольку мы планируем расширить наше изображение поменяем размер ширины изображения причем здесь важно и именно выбрать размер ширины кратные 8 поэтому лучше изменяйте этот размер стрелочками вверх и вниз они как раз таки изменяет размер по 8 пикселей с их джи скейл и оставлю таким же который был при генерации а вот denoising strength в отличие от скрипта аут пейнтинга здесь надо подбирать остальные параметры остаются по умолчанию если denoising strength мы установим слишком маленький допустим 04 то там где наша маска касается пересеченных объектов она начнет их просто вытягивать в длину полосить поэтому denoising strength здесь можно установить от 0.6 и до 0.9 допустим я установлю 0.7 получим вот такое изображение если установим допустим denoising strength 0.9 то получим чуть побольше деталей на нашем фоне детали на нашем фоне будут зависеть от промпта который мы здесь написали если мы захотим нарастить наше изображение уже не влево вправо а вверх и вниз то нам необходимо сделать вот такую маску не доходя до краев если мы где-то маской будем касаться краев то в этих местах мы просто получим полосы вверх и вниз промпт здесь естественно придется подкорректировать дописать ноги и как в прошлый раз я написал ладони остальные параметры оставляем такими же единственное что нам здесь нужно сделать это поменять местами ширину и высоту для этого есть кнопка с вот этими стрелочками нажимаем и высота становится шириной а ширина высотой denoising strength здесь поставил 0.8 и получается вот такое изображение при этом варианте аутпейнтинга есть существенный недостаток в том что мы не можем наращивать наше изображение в одну сторону вверх или вниз наше изображение наращивается пропорционально вверх и вниз и контролировать здесь это нельзя в отличие даже от того же самого скрипта аутпейнтинга который мы использовали до этого там можно было выбрать нарастить вниз или нарастить только вверх и давайте теперь перейдем более современным методом аутпейнтинга на этот раз аутпейнтинг мы будем делать прямо на вкладке text to image in painting модель мы больше использовать не будем теперь мы можем использовать любую более подходящую модель если мы наше изображение генерировали то лучше использовать ту модель на которой мы производили генерацию в моем случае это делиберит второй версии как и в предыдущих методах мы должны описать ромте то что мы хотим видеть во вновь генерируемых областях нашего изображения сэмплинг метод устанавливаем юлер эй сэмплинг степс достаточно 30 теперь что я хочу сделать я хочу взять вот такое изображение которое я ранее сгенерировал на этой же модели и либерит и хочу его расширить влево и вправо исходные пропорции моего изображения один к одному 768 768 соответственно ширину я хочу установить теперь больше чем высоту чтобы изображение наше расширилось опять же не забывайте размеры ширины и высоты устанавливать кратно 8 для этого есть стрелочки вверх вниз теперь основа наших настроек это control нет включаем control нет выбираем пиксель перфект включаем control нет выбираем модель in paint и при процессор выбираем место in paint only выбираем in paint он ли плюс lama на при процессоре in paint он ли плюс лама результат получается более качественный чем при in paint он ли не забывайте обновить control нет до последней версии чтобы у вас этот при процессор вообще появился control мод здесь выбираем control нет более важно и resize мод выбираем resize and fill чтоб заполнить недостающие участки изображения закидываем наше изображение в in paint и генерируем изображение мы получаем вот такой вот результат причем часть машины здесь генерировалась вообще без описания бромте я вообще ничего не говорил об автомобиле более того здесь prompt мы можем вообще не указывать в этом случае control нет сам придумает prompt для недостающих участков в данном случае он нарисовал а баку а здесь здание причем хочу заметить что недостающая часть автомобиля здесь получилось даже лучше чем когда я указывал prompt также мы можем сделать outpainting для фотографии закидываем control нет фотографию параметры оставляем абсолютно такими же модель соответственно необходимо выбрать более реалистичную дойдет realistic vision промо добавляем элементы которые мы хотим видеть на достраиваемых участках изображений остальные настройки оставляем такими же которые были перед этим после генерации получаем вот такую картинку исходное изображение это результирующий недостатком этого метода является то что мы не можем опять же нарастить изображение в одну сторону поэтому давайте перейдем к следующему методу продолжим варианты саундпейнтингом перейдем фото пиа если кто-то не знает как поставить фото пиа как и пользоваться найдите у меня на канале вот такой вот видео мощный фоторедактор внутри автоматик закинем сюда наше изображение выберем рамка и расширим наше изображение в ту сторону в которую хотим нарастить нажимаем ok теперь находим опцию magic replace выделяем то место которое хотим заменить сверху у нас появляется поле для ввода контента вводим сюда автомобиль нажимаем replace и наш участок достроился причем вот этот весь процесс происходит на стороне сервера фото пиа если у вас слабая видеокарта то этот вариант вообще будет очень удобен для вас поскольку здесь ваша видеокарта будет вообще не задействована теперь мы можем выбрать какие-нибудь еще элементы и их тоже заменить очень-то это аналог современного фотошопа который предлагает искусственный интеллект для заполнения участков изображений более того это изображение теперь мы можем отправить image to image на upscale и нормально его проапскейлить и получить уже более качественное изображение это был четвертый метод аутпейнтинга давайте теперь перейдем к пятому методу аутпейнтинга и вернемся на тот момент когда мы просто расширили наше изображение и пока еще здесь ничего не генерировали после того как мы наше изображение расширили мы можем отправить его имидж ту имидж отсюда отправить в эндпейнт теперь в том месте где наше изображение касается прозрачного фона мы должны провести кисточкой и здесь мы можем пойти опять по двум вариантам первый с control на этом 2 без control нет на этот раз здесь модель оставляем исходную промпти прописываем то что мы хотим видеть на дополненном изображении настройках хэндпейнтинга выбираем resize and fill in paint masked latent noise или latent nothing whole picture sampling метод wheeler a размер изображения выставляем такой же который у нас получился фото пи и 1280 на 768 и в случае без control нет denoising strength 0.8 но естественно им можно варьировать в меньшую или большую сторону больше параметров у нас никаких нет нажмем generate и получим вот такое вот изображение в некоторых случаях будет результат чуть лучше в некоторых чуть хуже в зависимости еще от параметра mask it content latent noise latent nothing но результат сразу скажу не стабилен здесь вот видно есть неточности по соединению этих изображений даже если присмотреться на асфальте немножко отличается зернистость но можно пройтись upscale по этому изображению с повышенным denoising strength или в энпейнте поправить место стыка теперь я покажу более стабильный результат с control нету все параметры оставляем такими же за исключением denoising strength его повышаем до единицы и теперь включаем control нет control нет изображение добавлять не надо если она у вас не добавлена по умолчанию она берется из имидж-то имидж вот отсюда включаем control нет выбираем in paint модель in paint при процессор выбираем in paint only плюс вам control mode выбираем control нет важнее и resize mode выбираем resize and fill с control на этом результат получается более стабильным и грань где изображение наращивалось становится менее заметно ну и на этом у меня сегодня все если вам понравилось видео не забывайте пожалуйста ставить лайк подписывайтесь на канал заходите в группу telegram и vk там я добавлю дополнительные материалы к этому видео пром то может быть какие-то ссылки а на этом всем хорошей генерации всем удачи всем пока до сих пор